Уважаемые гости! Компанию Кудерлайн рада приветствовать вас на нашей встрече. Благодарим вас за внимание и за то, что нашли время для встречи. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть адрес электронной почты, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если вам почему-то оказалось неудобным время, например, проведения или не удалось дослушать до конца, то мы немного позже выкладываем записи вебинаров и приглашаем вас посмотреть их. Возможно, еще какие-то материалы вас заинтересуют. То есть милости просим, мы будем рады оказаться вам полезными. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Гардышева Калина. И поговорим мы сегодня про производственный блок конфигурации 1S ERP. Это очень интересный блок. К сожалению, про него можно говорить много, но у нас ограничено время. И поэтому сегодня мы поговорим, скажем так, тематически про производство с заказами и без заказов. Программа нашего вебинара, вы ее видите вот сейчас на экране, включает в себя, ну как, общие вопросы, то есть методика производства, настройки справочников, так и уже более точная, конкретная информация. Мы поговорим про организацию документа оборота, про управление списком заказов, ну что, собственно говоря, про первоначальные настройки и про первоначальную организацию самого начала работы с самим подразделом. Ну и если успеем, немножечко поговорим про отчеты и про дополнительные сервисы. Хочу сразу обратиться к вам с просьбой. Мы будем очень рады обратной связи. И если у вас какие-то вопросы есть, присылайте. Мы сможем ответить вам уже более предметно, неограниченно по времени будем. То есть касательно вашей ситуации, ваших индивидуальных каких-то вопросов, мы будем рады ответить вам. Теперь, как будет организована наша сегодняшняя встреча. Мы с вами будем переключаться на демобазу ERP. Вот таким вот образом. Вот так. Будем смотреть с вами, так сказать, на местности. То, о чем поговорили теоретически. Ну и какие-то вещи будем выполнять ручками, так сказать. Чтобы лучше стало понятно, каким образом включать производственный блок в эксплуатацию. Сначала немножко восстановим в памяти теорию. И вот таким образом я переключаюсь на слайдики, которые содержат нормативную информацию, регламентированные инструкции какие-то. И так. Начинаем. То есть мы говорим про производственный модуль в разделе конфигурации ERP. Напомню, ERP это программное решение, которое позволяет именно производственный процесс организовать очень комфортно. То есть и планирование, и диспетчирование, и производственная деятельность любого цикла. То есть и производственный цикл, который имеет какие-то временные ограничения. То есть, например, короткие циклы и циклы длительного производства. И учет полуфабрикатов. Ну то есть на самом деле любые вариации производственного учета. Но хочу сразу оговориться, что настройки производственных справочников – это самый трудоемкий процесс в работе с конфигурацией. Справочников приходится заполнять очень большое количество. И, к сожалению, это затрудняет работу. Но хотя, когда вы все уже настроили, то работа с производственным блоком практически уже доставляет удовольствие. Это как вывелись в хорошо знакомые тапочки. Ну и, естественно, настройки, которые выполняются в справочниках, необходимо, чтобы выполняли люди, которые имеют доступ с полными правами. Потому что ограничивать на уровне записи приходится, к сожалению, многих пользователей, чтобы не возникло коллапса и недоразумений в справочниках. Значит, собственно говоря, производственная деятельность у нас может быть организована любым способом, скажем так. То есть мы можем работать и без заказов. Например, когда серийное производство. Может быть, когда короткий цикл или какое-то, допустим, вспомогательное производство. Можем работать без спецификации. Можем работать на основании заявок. Например, заявка от клиента, который заказывает какое-то конкретное готовое производственное решение, продукцию. И можем, естественно, работать со сложными спецификациями, которые имеют длительный цикл производства. То есть, как вы понимаете, любые производственные настройки мы можем сделать. Например, кроме серийного производства, может быть, изготовление каких-то разовых заказов, разовой продукции. Или какой-то эксклюзивной, может быть, продукции, которая в единичном числе выпускается. То есть, соответственно, от того, как мы настроим, как мы продумаем свой производственный цикл, так будет работать этот блок. Ну, самая распространенная методика – это работа с заказами и без заказов. То есть, соответственно, в этой связи у нас возникает еще попутно, так сказать, осложняет ситуацию. Если мы работаем, например, по заказам, то есть по заказам у нас может возникать еще незавершенное производство. Ну, и когда мы начинаем работать с блоком производства, мы предусматриваем, что мы, допустим, работаем с графиком производства. То есть, мы можем оперировать и графиками производства, и загруженностью оборудования. Ну, в общем-то, достаточно большой спектр. Еще немножко теории. То есть, как работа с любым подразделом, так и работа с производством требует первоначальных настроек. То есть, во-первых, мы сначала должны активировать сам блок производственного учета, потом определить, какими методами мы будем использовать возможности планирования, потом настроить производственные подразделения, то есть, например, само производство, склады, кладовые, и уже, так сказать, внесение в справочники конкретной информации, которая нам нужна будет для работы. Вы видите на экране, то есть, последовательно, какие нам необходимо сделать шаги. То есть, первое – это настройки производственного блока. Второе – это определить, как мы будем планировать. И третье, что мы будем настраивать, кроме непосредственно производственного блока, что нам потребуется при работе с заказами или без заказов. Ну, то есть, вариативность достаточно широкая. И какие мы документы будем использовать при этом. Сейчас мы с вами переключимся в демо-базу. Здесь хочу вот еще заострить ваше внимание на том, что мы работаем в демо-базе не самого последнего релиза, но достаточно новую. То есть, это где-то майский релиз. Посмотреть, какая у вас конкретно конфигурация, какой релиз, можно вот по такой пиктограмме. И здесь нас интересует вот этот пункт, то есть, информация о программе. Мы переходим по ссылке и попадаем. Здесь мы видим информацию о релизе платформы. И вот конкретно информация о конфигурации. То есть, у нас конфигурация 2.5.17. Я, как уже сказала, это майский релиз. Есть более поздний, но для того, чтобы показать, какие конкретно справочники, мы можем использовать и этот релиз. А если, конечно, вы уже готовы, скажем так, составлять регламентированную отчетность, например, декларация, декларацию по НДС, то здесь, конечно, нужно использовать более новые релизы, которые содержат изменения в регламентированном учете и, в общем, изменения в самой конфигурации, потому что у нас сейчас идет активная подготовка к налоговой реформе, которую анонсировало наше правительство. И, соответственно, многие механизмы изменяются и в 1С, и, так сказать, в жизни. Мы посмотрели, что сейчас у нас релиз вполне нас устраивает. И переходим уже к настройкам. То есть как все подразделы, раздел производства требует первоначальных настройок. Абсолютно та же самая методика у нас и при работе с блоком продаж. Допустим, мы сначала начинаем с НСИ и администрирования. При блоке с закупками, кадры, ну, то есть работа со всеми блоками начинается именно с этого. Раздел НСИ – это нормативно-справочная информация и администрирование. И нас интересует в первую очередь блок производства. Это, так сказать, грубые настройки, то есть активация функциональных опций. И вот вы видите заголовок раздела НСИ, настройка НСИ и разделов. Кроме этого, у нас есть блок НСИ. Мы сейчас сюда тоже обратимся. Значит, блок производства. У нас, как видите, здесь есть 4 варианта, не варианта, вернее, 4 блока настроек. И начинаем мы с блока производства. И, естественно, первое, что нам нужно проверить вот этот вот флажок, то есть использовать производство. Естественно, этот флажок у нас активирует доступ к другим настройкам. И самое основное при работе с этим блоком – это внимательно читать вот эти подсказочки, которые у нас есть между, так сказать, окнами. Это контекстная справка, чтобы немножко помочь вам сориентироваться. Естественно, то, что соответствует нашим бизнес-процессам, мы отмечаем флажком. То есть этот флажок – это чекбокс, отметочка называется. И если мы проставляем чекбокс, в некоторых случаях появляются дополнительные поля для заполнения. То есть изменяется интерфейс, как в данном случае. Значит, мы с вами проверили то, что у нас активировано производство. И, соответственно, на первых порах, когда мы только начинаем работать, лучше проставлять сразу все, так сказать, галочки. И еще один блок, который обязательно надо не обойти вниманием – это заказы на производство. То есть если мы отмечаем возможность работать с заказами, то у нас появляются инструменты, то есть появляются новые поля для заполнения, новые справочники и так далее. И здесь мы видим методика управления. То есть методика управления – это имеется в виду методика управления производственным процессом. И здесь нам доступен вот такой выбор без планирования графика производства. Это самый простой вариант, который есть в производственном блоке. Планирование по материальным ресурсам или планирование по материальным ресурсам и производственным. То есть мы выбираем, соответственно, то, что нам подходит. И есть подсказочка, что в этом случае, допустим, если я выбрала график планирования без графика планирования, то у меня подсказочка, что не рассчитывается. То есть если я выбираю какой-то другой, то у меня интерфейс меняется и меняется подсказочка. В этом случае, если я по материальным ресурсам выбираю расчет графика с учетом потребностей в материалах, но без учета рабочих центров. То есть без учета рабочих центров, это значит без учета загруженности станков, каких-то оборудований, то есть рабочих центров. Если я выбираю вот самый такой сложный вариант, то у меня в этом случае и графики рассчитываются. Я могу построить графики на основании своей загрузки по рабочим центрам, то есть планировать, когда у меня освобождается тот или иной станок. И соответственно у меня уже появляются этапы с указанными сроками выполнения. То есть это более трудоемко в настройке, но тем не менее эта методика позволяет спланировать уже гораздо более комфортно. После того, как мы сделали основные настройки, мы с вами сейчас заполнили только один квадратил производства. Если мы планируем работать с давальческим сырьем, то есть либо брать в переработку, либо отдавать на сторону. Например, если мы работаем с металлом, с какими-то изделиями металлическими, то может быть у нас нет своего оборудования для покраски, мы передаем на покраску готовые конструкции специализированным, например, организациям. И точно так же мы сейчас, к сожалению, не сможем останавливаться более подробно на производственных затратах и статусах. Ну вот, пока говорим с вами про производство. После того, как мы сделали тонкую, так сказать, настройку этого блока, мы еще не можем перейти к непосредственно работе с этим подразделом. А почему не можем перейти? Потому что у нас остались незапомненные справочники, которые нам необходимы в процессе производства. Значит, мы с вами сейчас перейдем на другой слайдик. Это вот мы то, что только что с вами смотрели. Раздел НС и администрирование. Производственный блок. И мы с вами смотрели раздел производства. Какие необходимы нам активировать функциональные опции. Мы сюда сходили, посмотрели. И после этого можем переходить к другим настройкам. Как я уже говорила, раздел НС и администрирование. Нас будет интересовать еще блок НС и. То есть нам надо настроить подразделения, которые выпускают продукцию. Потому что иначе, если мы не сделаем таких настроек, нам подразделения будут недоступны в документах. И, соответственно, многие аналитики и отчеты будут тоже, соответственно, недоступны. При работе со структурой предприятия следует обязательно помнить, что подразделения – это управленческая единица. Они не имеют связи с конкретным юрлифом вашей организации, например. И, собственно говоря, не имеют конкретных проводок. И еще один мы посмотрим справочник. То есть у нас, естественно, если есть производственный блок, то необходимы склады, которые будут отражать движение материалов и так далее. Склады – это тоже управленческая структура. И они тоже не привязаны к организациям. То есть у нас с вами склады и подразделения – это управленческие объекты. И здесь нас еще будет интересовать такое понятие, как кладовая. В этом случае у нас настройки позволяют связать какой-то склад, например, и признать его кладовой. И в этом случае связать его с подразделением, которое занимается выпуском продукции. Переключаемся на наши примеры. И, значит, смотрим, что у нас в НСИИ администрирование. Кроме наших юридических лиц у нас есть структура предприятия, еще ее называют организационная структура, и склады и магазины. То есть структура предприятия может быть у нас построена каким угодно, естественно, в вашем случае образом. То есть группировка. У меня вот сейчас создано торговое направление, производственное направление. И производственное направление разбито вот таким образом. Естественно, вы организуете группировку согласно вашим бизнес-процессам. Но, тем не менее, вот я закрываю, вот открываю. И сейчас мы с вами посмотрим подразделения. Например, вот на примере производства мебели, как организованы подразделения, например, участок столярный, диспетчерская. То есть конкретно диспетчерские функции, которые мы назначаем подразделением. Посмотрим, еще у нас будет, как сказать, мы вернемся к этому моменту. Ну, вот если я сейчас выбираю, например, участок столярный, я задаю, соответственно, наименование руководителя подразделения. В этом случае у меня есть возможность ввести уже документы по этому подразделению. И, например, договора материальной ответственности. И какие-то особые права, например, у начальника цеха или еще. То есть, когда мы заполняем информацию, важно заполнять все последовательно, не пропуская, не оставляя незаконченных полей. Потому что, как только мы пропустили какое-то поле, это значит, у нас будет недоступен какой-то блок аналитики. Если я хочу изменить какие-то сведения, то вот по этим ссылкам я могу туда перейти. Ну, в первую очередь, мы должны проверить, что этому подразделению назначено. То есть, является оно производственным или оно диспетчерские. То есть, видите, у меня вот здесь стоит флажок «Производственное подразделение». А если я буду, например, создавать диспетчерское, то я проставлю флажок вот сюда. И у нас в этом случае будет доступно управление производственными заказами. И, соответственно, графики работы. То есть, либо у меня может быть какой-то индивидуальный график, либо я на основании производственного календаря создаю, например, пятидневку или шестидневку. Или у меня несколько смен, и я проставляю вот здесь точку и пишу «Добавить». Обратите внимание, сейчас у меня здесь уже заполнены какие-то показатели, и мне недоступны другие поля для редактирования. Но если вдруг я, например, поняла, что я сделала неправильно, или начиная все от орфографических ошибок до того, что «Ой, что ж я сделала, это же совсем не про меня», то в этом случае мне нужно отменить запрет на редактирование. Это вот такая пиктограммка. Для того, чтобы отредактировать введенные данные. Но это надо делать осторожно, потому что могут быть уже документы, которые вынесены в соответствии с такими настройками, и тогда я себе сильно осложню жизнь. Самый простой способ осложнить себе жизнь – это откорректировать по уже имеющимся документам и имеющимся, например, выпускам. Когда я отменяю запрет редактирования, вот у меня программа спрашивает, в своем ли я умею в трезвой памяти, я говорю «Да-да-да», и разрешаю редактирование. И тогда мне становится доступно для редактирования все поля, где стояли какие-то сведения. Обратите внимание, это я настраиваю производственное подразделение, то есть я вот ставлю отмечку «Производственное». И в этом случае я выбираю, как у меня работают данные подразделения, с заказом или без заказа. Это мы создаем в параметрах подразделения. Если я захочу задавать график, то, естественно, вот здесь могу. И производственные участки, то есть у нас есть подразделения, есть производственные участки. Ну и, соответственно, ставлю чекбоксы там, где это мне требуется. И рабочие центры, собственно говоря, как я планирую загрузку рабочих центров. И трудозатраты. То есть выбираю индивидуально, это у меня человек работает, или это у меня бригада работает. И, соответственно, надо, не надо использовать КТУ. Ну, то есть вот вы видите, выработку сотрудников тоже настраиваем. И, собственно, после того, как мы все это настроили, завершаем редактирование. У меня опять становится недоступно для настройки поля. И то же самое про обособленный учет. Обособленный учет товаров и материалов – это вообще отдельная, очень небольшая тема. К сожалению, мы ее не сможем затронуть в рамках нашей встречи. И после того, как мы с вами заполнили доступное нам сведение, мы проверяем, то есть все ли здесь у нас заполнено, оказалось. Значит, и, соответственно, структура производства, допустим, вот у нас будет состоять, она может состоять и по-другому. То есть, например, если у вас используется какое-то крупное технологическое оборудование, то это может быть станок, номер такой-то, или производственная линия, номер такая там. И обратите внимание, у нас диспетчерские службы. Если я захожу сюда, то у меня, соответственно, наименование, я, естественно, могу назвать как угодно, но это подразделение, которое выполняет диспетчерскую службу. Обращаю на это отдельное внимание, потому что сейчас мы поговорим поподробнее про это. И возвращаемся к нашей теоретической базе, к нашим слайдикам. Значит, соответственно, когда мы создаем подразделение, когда мы работаем с блоком НСИ и администрирования, мы не только подразделения затрагиваем, но и склады и магазины. То есть это еще один раздел в нашей справочной системе. То есть блок НСИ и администрирования. Мы смотрели структуру предприятия, теперь смотрим склады и магазины. Ну, соответственно, в вашем случае, естественно, у вас будет другая настройка. У меня вот они, конкретные склады. И конкретно я могу зайти в каждый склад и посмотреть. То есть мне надо, чтобы у меня были склады, и чтобы какой-то из этих складов я признала как кладовая. Для этого мне нужно в настройках склада проставить вот сюда чекбокс. Вот. Опять же, он у меня уже закрытый, поэтому я отменяю запрет редактирования. Ну, либо, если я создаю новый, он у меня еще не установлен, запрет редактирования проставляю. Вот здесь кладовая цеха. И вот тут у меня происходит связка. Я про кладовую привязываю к какому-то конкретному подразделению. Ну, например, вот так. На самом деле, конечно, это, естественно, связано с вашей структурой. Но, тем не менее, вот я проставила кладовую, что это кладовая. И мы потом посмотрим, где же у меня это сыграет. И если я не запомню, как мне это осложнит жизнь. Ну, естественно, просматриваю, что я еще хочу отметить, что соответствует моему бизнес-процессу. И обратите внимание, назначаю материально ответственное лицо. Ну, то есть конкретного человека, физлицо и его должность. После того, как я выполнила эти настройки, вот так, значит, мы с вами сходили в блок производства, настроек производства и посмотрели орг структуру, то есть структуру предприятия и склады и магазины. Теперь возвращаемся к нашим слайдикам и смотрим. Вот на слайде стоит отмечка, что у нас кладовая цеха и стоит конкретно выбранный цех. В производственном блоке мы с вами уже были. И отметки про то, что мы используем в заказе, мы тоже с вами делали. То есть, когда мы выбираем с заказами или без заказов мы будем работать, мы ставим либо статическое, либо динамическое структура заказа будет использоваться. И по ссылочке, по гиперссылке настройка, если динамическое, то мы можем перейти. В данном случае у нас используется блок производства, заказы на производство. И мы с вами смотрим статическое или динамическое структуру заказа. Возвращаемся снова. Открываем блок. И, соответственно, мы выбираем либо статическое, либо динамическое. Но я на данный момент уже... У меня созданы документы какие-то. И они используют ту настройку, которая у меня задана. То есть, видите, функция недоступна. Если только я не захочу отменить эту настройку. Я не буду менять, потому что иначе мы не все успеем посмотреть. Но по вот этой вот ссылочке, настройка, мы можем посмотреть, для чего нам она может понадобиться. И теперь, собственно говоря, мы подходим к тому, что производство, в общем-то, традиционно, так сказать, у нас используют два вида. То есть, первый вариант – это упрощенный. И у нас не используются заказы. И в этом случае мы применяем документ производства без заказа. То есть, на самом деле, это, как мы уже говорили, используется либо, если у нас есть серийное производство, либо какие-то, может быть, разовые мероприятия, разовые изделия. И такой вариант, упрощенный вариант, без заказов на производство, естественно, имеет свои ограничения. То есть, во-первых, у него должен быть короткий цикл. И, во-вторых, трудозатраты у нас принимаются, в этом случае, котловым местом в полном объеме и в месяце их регистрации. То есть, у нас в этом случае незаконченного производства не будет. Значит, еще один слайдик мы посмотрим, это где же у нас это настраивается. Блок производства, то есть, уже не нормативная справочная информация, а блок производства. И в блоке производства есть еще один блок нормативно-справочной информации и есть блок настройки и справочники. Сейчас мы сюда переключимся. Вот таким образом. То есть, настройки и справочники у нас касаются производственные подразделения. Мы с вами немножко забежали вперед и посмотрели их через НСИ. И если мы заходим, так сказать, через этот подъезд, то по ссылке мы попадаем в тот же подраздел структура предприятия, но уже смотрим готовую структуру, которая нам на самом деле в этом разделе недоступна для редактирования. Но через раздел НСИ и администрирование, через орг структуру, структуру предприятия, мы можем попасть в этот блок и уже ввести в нем те данные, которые нам надо, и нам это будет доступно для редактирования. И, соответственно, если интересует там межцеховое управление, то настройки межцехового управления у нас, соответственно, находятся вот тут. и приоритеты подразделений диспетчеров. То есть то, о чем мы с вами говорили немножко раньше, если я перейду вот по таким, по такой ссылочке, то попаду в справочник, соответственно, плановое диспетчерское подразделение, просто диспетчерское подразделение. Ну вот мы с вами уже говорили, естественно, это будет под ваши бизнес-реалии настроено, но вот такой справочник мы должны до того, как начинаем работать, посмотреть, настроить и так далее. После того, как мы посмотрели настройки и справочники, мы смотрим, что у нас здесь еще требует настройок. На самом деле требует настройок в нашем случае технологические процессы и спецификации. Но мы сейчас не будем про это говорить, потому что у нас очень время ограничено и, скажем только, что ресурсная спецификация настраивалась. Это основной документ для работы с производством и сейчас в нем объединены два справочника, то есть ресурсная спецификация и маршрутные листы были объединены два года назад, то есть маршрутные карты как объект остались. Но если я начну работать с маршрутными картами, мне программа выдаст предупреждение, что, извините, это уже устаревшая информация, вы можете запомнить, конечно, но это устаревшая информация. На самом деле, может быть, у вас сохранились маршрутные карты с предыдущих времен, но на данном этапе, на данном релизе они нам не особо нужны. И блок производства у нас на самом деле с вами, после того, как мы посмотрели настройки и справочники НСИ, вот этот блок, мы переходим, у нас есть межцеховое управление и внутрицеховое управление. То есть работа с заказами или без заказов у нас с вами сосредоточена в межцеховом управлении и внутрицеховом учете. То есть видите, оформление производства без заказов, если я перехожу по этой ссылке, я буду работать с документами, которые оформляются, если я не использую заказы, а если использую, то вот. И обратите внимание, у меня есть подраздел заказы на производство и есть вот здесь такая ссылка заказ на производство. То есть при обращении к блоку создать я получаю конкретный документ, а если я использую вот эту ссылку, то, соответственно, я попадаю в журнал заказов на производство. И на самом деле, то есть начинаю вот с этого момента и вот он мой журнал. Я здесь могу либо создавать новый заказ, либо переходить в раздел производства оформления без заказов и, соответственно, если у меня нет заказа, то я строю свою работу по-другому. Сейчас немножко мы с вами еще посмотрим слайдики. Вот здесь отмечено красным как раз наиболее важные шаги, которые мы должны сделать, то есть пройти настройки справочники и нормативно-справочную информацию. А теперь мы с вами к классическому варианту обратимся. То есть работа без заказа мы с вами посмотрели. А теперь классический вариант, который чаще всего используется, это заказ на производство. На самом деле заказ может быть, начиная от того, что заказ разместил клиент или заказ на основании заказа клиента включает заказ на производство. Но на самом деле это на любом этапе может возникнуть заказ. И создаются они тремя способами. То есть мы просто ручками заходим и делаем этот документ. Второй, это если мы имеем, например, план производства, то, соответственно, по этому плану мы делаем заказ на производство. То есть это уже не клиент, а это уже план производства. Ну и, соответственно, заказы клиентов у нас классический вариант, то есть их никто не отменял. еще немножко теории. То есть у нас есть подразделение диспетчера, локальные диспетчера, и у нас автоматизирован механизм контроля производственных этапов. Как мы с вами смотрели уже, у нас есть диспетчера, переключаемся сейчас сюда, производства. Соответственно, управление очередью заказов это рабочее место, которое позволяет работать с заказами, а другое рабочее место это диспетчирование заказов. То есть вот эти два рабочих места позволяют нам работать с так называемыми локальными диспетчерами. Вот видите, эти все этапы здесь перечислены. И, соответственно, это нам позволяет и расписание работы учитывать, и планировать обеспечение, то есть потребность в ресурсах. Ну и, соответственно, технологические операции применять и то есть использовать вот эти два рабочих места для планирования производства. И еще у нас теперь появился справочник технологические операции. То есть это возникло, когда мы используем когда нам надо создать цепочку действий, которые необходимо сделать для выпуска конкретной конкретной продукции. То есть мы можем сделать на основании ресурсной спецификации, то есть в этом случае мы создаем техпроцесс, и включаем цепочку действий, которые мы должны произвести. В этом случае мы должны указать, например, этап, первый этап цепочки металлорезка, второй этап покраска и так далее. То есть мы должны в спецификации все этапы указать. А второй способ, который мы можем использовать, это создавать технологический процесс как шаблон. То есть мы создаем шаблон, у этого шаблона задаем трудозатраты, то есть соответственно должно быть проведено нормирование, и мы должны запомнить, на какую операцию, сколько каких действий должны произвести наши работники. И вот такую цепочку, то есть если мы используем ее как шаблон, мы можем применять уже независимо в разных спецификациях. теперь вот такую схемку я вам хочу показать, то есть если мы работаем без заказов на производство, то в этом случае график у нас не является необходимостью. И в общем-то весь, всю последовательность действия мы можем проиллюстрировать вот такой схемы. То есть без заказов на производство это самый простой вариант работы. Следующий слайдик, это у нас вот такой слайдик, который иллюстрирует именно работы без производства, ой, без заказов на производство и у нас это располагается в подразделе внутрицеховой учет производства без заказов. Мы с вами уже немножко про это говорили мериком. Значит здесь для того, чтобы оформить выпуск, мы используем документ передачи материалов в кладовую, почему для нас важно была именно кладовая и соответственно готовая продукция поступает в кладовое подразделение. Так, значит вот переходим оформление без заказов и соответственно если у нас есть настройки, и если нет настроек, мы оформляем вручную, то есть именно здесь в общем-то последовательно выполняем все телодвижения, которые предусмотрены, здесь сложности не возникает обычно по заполнению, а вот если мы выполняем с вами производство по заказам, здесь у нас возникают сложности. значит еще раз слайдики посмотрим. Вот то есть у нас заказ сам по себе не является бухгалтерским документом, он не формирует проводок или там движение по регистрам и соответственно вы видите на экране как бы памятку, чем у нас отличается работа по заказам на производство. У нас в этом случае используется документ этап производства и непосредственно с помощью этого документа мы перемещаем выпущенную продукцию мы выпускаем продукцию а вот перемещение у нас документом этап производства невозможно. То есть мы на основании созданного распоряжения в документе передачи продукции на склад производства фиксируем. Еще раз с вами заходим сюда и соответственно если мы управление очередью производства то вы видите что здесь у нас есть несколько клавиш и сам журнал очередь производства то есть статус документа у нас отображает состояние вот мы сейчас давайте с вами посмотрим вот например это заказ который мы делали специально уже этим годом то есть у нас статус этого заказа к производству и соответственно если это статус формируется то он еще у нас не будет отражаться и приоритеты то есть справочник приоритеты мы тоже настраиваем это требует дополнительные настройки и мы можем изменить приоритет поставить высокий средний это сейчас мы отменим запрет редактирования чтобы посмотреть значит ну естественно приоритет мы устанавливаем если мы да вот сейчас мы с вами видим справочник то есть я также настраиваю справочник приоритетов как например другие то есть вот я задала специально мое название то есть я написала тест а название вот эти вот высокий средний низкий это уже то как организован мой справочник я могу написать супер срочно VIP там ну то есть вот эта настройка это уже ваша фантазия то есть вы делаете соответственно с вашими потребностями после того как я выставляю приоритет у меня изменяется очередь заказов так сейчас закроем как вы видите здесь разные статусы и у меня доступны в управлении очереди вот такие действия то есть как вы видите я могу сформировать этап передать этап к выполнению в этом случае у меня будет отражаться отражаться график то есть желаемая дата выпуска когда я начала производство ну то есть уже у меня будет определенный определенный график кнопка диспетчирования этапов я попадаю как раз таки в вот в такой журнал где я могу работать с очередью отбирать какие-то этапы вернем обратно и у меня здесь отражается состояние выполнения операции ну естественно график отражается на какие даты у меня что запланировано и обратите внимание вот на такую возможность то есть у меня здесь есть структура заказа где отражается операции которые я буду выполнять в рамках этого заказа и соответственно кроме этого я могу это вы это отразить в виде диаграммы это настраивается все сразу хочется сказать и не хватает слов значит в качестве диаграммы или графика и обратите внимание у меня есть заказ на производство кнопка вот по этой кнопке я могу распечатать конкретный документ и передать его то есть зафиксировать то что печатная форма что например бригада или конкретный человек в нем расписался то есть принял конкретный заказ в работу то есть это уже организация бумажного документа оборота или мы видим здесь есть штрих-код то есть можно работать и с электронным документ оборотом но этот документ так сказать фиксирует то что материально ответственное лицо данный заказ приняло в работу или бригада ну то есть соответственно соответственно исполнитель то есть этапы производства мы с вами здесь тоже посмотрели и создали распоряжение например что начало работы произошло при работе по заказам на производство у нас как раз таки с вами получается что возникает незавершенное производство незавершенное производство у нас с вами возникнет когда мы делаем закрытие месяца незавершенка в нашем случае будет отражаться если у нас есть недосписанные материалы то есть не распределены между какими-то производственными операциями продукцию вы уже выпустили но не передали на склад готовой продукции ну либо работа уже выполнена но еще реализации не проведено то есть вот в этом случае будет отражаться незавершенное производство сейчас снова переключаемся вот сюда на демо-базу и вот еще о чем нужно поговорить то есть когда мы работаем без заказов это у нас с вами работа по упрощенному варианту и соответственно мы используем внутрицеховой учет оформление производства без заказов и как я уже говорила это либо индивидуальные какие-то единицы либо может быть серийное производство либо если мы работаем с заказами то мы создаем документы межцехового управления и диспетчирование этапов то есть это два рабочих места которые у нас используются для работы по заказам и обратите внимание кроме того что мы создаем работу когда мы работаем с заказами кроме того что мы создаем документы заказ на производство нам надо посмотреть правила распределения и показатели правила распределения это как мы распределяем дополнительные работы дополнительные затраты на выпускаемую продукцию значит вы видите что здесь у нас достаточно много закладочек то есть соответственно на этих закладках мы с вами задаем совершенно конкретные правила которые будут применяться при выполнении заказов при закрытии месяца то есть соответственно у нас с вами могут быть материальные затраты соответственно по гиперссылке мы можем перейти можем задать другие параметры ну то есть соответственно заходим на закладочку либо создаем новые либо используем те что уже это я создание нового вам открыла потому что здесь у нас в каждом случае есть переход по гиперссылке и соответственно дополнительные справочники которые мы можем редактировать кроме того что у нас с вами вот варианты распределения которые существуют используются при закрытии месяца у нас с вами еще существует достаточно большой блок отчета по производству во-первых это отчеты которые у нас расположены вот в этом блоке во-вторых это отчеты которые мы можем получить через штатные через раздел регламентированный учет через штатные стандартные бухгалтерские операции но мы с вами сейчас посмотрим вот здесь какие у нас доступны отчеты отчеты по производству здесь как вы видите достаточно большой перечень отчетов но собственно говоря если мы работаем с вами по заказам то у нас в этом случае доступен только вот такое межцеховое управление и вот такие отчеты нам доступны то есть мы можем посмотреть график производства мы можем посмотреть партии производства вот например таким образом просто я задаю взяла текущий период а в текущем периоде у меня еще нету операции и если мы с вами говорим про работу без заказов то в этом случае у меня доступно гораздо более широкий ассортимент отчетов то есть у меня и движение товароматериальных затрат и видите здесь достаточно много внутрицеховом учете отчетов и внутрицеховое управление тоже доступны мне отчеты видите то есть я могу посмотреть ну чаще всего используется выпуск продукции или движение от МЦ и затрат ну допустим вот задаем период пусть это будет допустим вот такой период август 13 либо по всем организациям либо по выбранным если я выбираю конкретно вот у меня фильтр по выбранным организациям но я не буду задавать фильтр потому что мы уже к сожалению по времени не укладываемся то есть то есть у меня будет вот такой отчет где в общем-то очень хорошо видно движение материалов перемещение между складами если у меня видите перемещение между кладовыми здесь доступно и собственно говоря внутренние перемещения и конечно остаток что я сейчас имею в производственном процессе то есть соответственно у меня при работе без заказов достаточно широкий набор отчетов еще один момент если я вижу отчеты которые у меня сейчас здесь недоступны я могу перейти по гиперссылке все отчеты и здесь у меня будет вот такой интерфейс то есть я например ну вот выпуск продукции я могу сейчас щелкнуть пару два раза и попасть в сам отчет но если меня вот я в него попала но если меня что-то не устраивает я например хочу что-то исправить то я вот таким образом могу войти в этот отчет и здесь у меня есть самая интересная функция часто используется потому что на закладочке пользователей я могу добавить либо все пользователи видят у меня этот отчет либо какие-то конкретные например вот таким образом то есть у меня будут уже не все пользователи пользоваться этим отчетом я сейчас его уберу вот а например только конкретно избранные вот таким образом они у меня появляются то есть я ограничиваю видимость конкретных отчетов для определенного круга лиц то есть например у меня этот отчет доступен только руководству и не доступен там рядовым пользователям которые будут с ним работать и соответственно могу выбрать для всех для конкретных например торговых представителей или например мастера ну то есть выдать распоряжение для кого будет действовать это ограничение так это мы с вами закрываем и переходим еще немножко хотелось по производственным отчетам поговорить то есть у нас предусмотрена возможность видите обмена с маркированной продукцией то есть с честным знаком работа с маркированной продукцией обмен с честным знаком обмен с МП если я перехожу таким образом я попадаю в блок учета и работы с маркированной продукцией и соответственно если например я работаю по выпуску маркированной продукции то нужно учитывать что маркировка это обычно предусмотрено два-три там дополнительных рабочих места рабочих процессов которые работают с честным знаком желательно так извините это я переключилась на ваши вопросы в каком отчете можно увидеть количество и стоимость материалов по остаткам незавершенного производства желательно в разрезе заказов на производство ну самый простой самый скажем так простой вариант это сделать инвентаризацию незавершенного производства потому что вы делаете закрытие месяца тогда у вас появляется незавершенка какая-то то есть то на что вы не закрыли заказы я более подробно отвечу на ваши вопросы ну уже со скринами вот как мы делали сейчас в письменном виде модератор сейчас посмотрит кому мы должны ответить и я вам более подробно отвечу потому что к сожалению время наше уже очень ограничено и следующий вопрос в каком отчете можно увидеть использованные материалы по выбранным конкретно выпущенным изделиям в количестве и сумме значит это мы с вами можем в отчетах которые смотрели в разделе производства отчеты по производству и здесь нас интересует если я правильно вас поняла то мы с вами можем выпуск продукции посмотреть у нас вот сейчас вот так значит выпуск продукции у нас разворачивается до конкретных изделий или есть несколько вариантов как это можно посмотреть по незавершенке тоже и тоже мы пришлем ответ конкретно с фаслайдиками и с инструкциями как этот отчет можно настроить к сожалению сейчас мы уже не сможем подробно посмотреть значит сейчас мы с вами переключаемся на слайдики вот таким образом и соответственно я хочу вернуться к началу нашей встречи показать еще раз вам наши контактные данные и значит вопрос который вы задали более подробно я отвечу по каждому вопросу индивидуально а еще если есть вопросы то присылайте их либо по электронной почте либо через телеграм контакты и может быть какие-то конкретные темы вас интересуют которые хотелось бы послушать мы будем рады обратной связи еще раз напоминаю что наша компания занимается программным обеспечением семейства 1С мы полностью все выполняем операции и продажи и настройки и доработки так что если мы можем быть вам полезным мы будем очень рады на этом разрешите поблагодарить вас за внимание за время выделенное нам и пожелайте хорошего дня всего доброго до новых и до новых в во в в